Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу встречу, наш первый вебинар в цикле Soft Skills, личные профессиональные навыки в обучении. Он называется, как вы видите, разработка замысла в этапе генификации. Итак, сейчас до начала нашего вебинара вы видели ролики, вы видели и читали текст и условия нашей программы раньше. Тут уже даже появились игровые моменты и шутки про шапку и хлыст Индиана Джонс. Мы запомним этот игровой трюк и будем его обыгрывать, естественно, чисто в учебных и образовательных целях. Спасибо, Борис Шремер. Я хочу сразу всех поздравить, пишу об этом, с праздником сотрудничества в образовании. Global Collaboration Day. Я не знал об этом празднике, Facebook подсказал, что такой праздник есть. Дни идут и все зависло. Татьяна Викторовна, как вы меня слышите? Нормально? У меня на расстоянии Татьяна Викторовна, Телегина, по скайпу мы с ней параллельно. Она контролирует, сообщает, что все хорошо. Здравствуйте, Надя Блюст. Guten Tag. From Frankreich. Это наша знакомая, наша соотечественная за рубежом. Так, нет видео техподдержка. Все ли нормально? Я остановился из-за жалобы Ольги и Елены, и у Ирины. Что мне делать? Презентация внизу. Да, да, висит изображение. Что делать? Сейчас мы все наладим, проверим. Меня хоть слышно? Меня слышно? Слышно. Мою камеру не видно? Порядок полный, сообщает Наталья Блинова и Ирина Донская. Я живу на улице Донского. Ирина, спасибо вам за ваш ответ. Хорошо, Еленочка, вы получите запись обязательно завтра. Так, ну я тогда отключу и включу камеру. Я включу камеру снова. Видно ли меня сейчас? Татьяна Викторовна, видно? Вот мне сообщают, видно. Спасибо. Итак, вот теперь видно. Благодарим компанию и туториум, которая предоставляет нам эту платформу в виде исключения для нас, в виде такой помощи в развитии дистанционного обучения. Спасибо большое. И мы продолжаем нашу работу. Насчет геймификации мы не будем, коллеги, много говорить, но будем опираться на вот этот принцип сотрудничества. Мы будем развивать те моменты, которые нам захочется развить. И всем все надо. И в этой связи я попросил Татьяну Викторову быть таким учетчиком, накопителем сведений для того, чтобы нам в конце нашей встречи объявить трех призеров номинации лучший теоретик в сфере геймификации, лучший методист и лучший технолог-конструктор по организации геймификации. Уже сегодня мы будем таких лидеров собирать. Она сегодня говорить не будет. По техническим причинам не получилось. Но она все слышит и находится со мной в скайпе. Она будет мне помогать. Опять нет звука? Татьяна Викторовна, есть звук? Ну, мне сообщают, звук есть. Наверное, это что-то локально. Анна, у вас проблема. Звук есть, вот сообщают. Итак, мы будем работать на основе сотрудничества путем задавания вопросов. Вот я специально не буду все рассказывать, опускать некоторые теоретические моменты. будут давать самое главное, на наш взгляд. А вот то, чего не хватает, вы будете задавать, и мы будем вам это давать. Итак, переходим. Во-первых, есть по отношению к геймификации оптимисты. Они считают, что компьютерные игры встраивают в нашу жизнь, повышают ее улучшение. Есть пессимисты, которые говорят, геймификация, извините, это брехня, которую выдумали менеджеры, маркетологи, чтобы использовать компьютерные игры в своих корыстных целях. Подчеркиваем, компьютерные игры. Да, будет, будет запись вебинара. Есть даже мнение, вот Раф Костер в своей книге «Теория веселого геймдизайна». Он вообще утверждает, что игры как развлечение, это вообще учеба, это синонимы. И, наверное, многие педагоги согласятся, что мы всю жизнь, с детства видели игровые методы в обучении, сами их применяем, и до нас применяли, и будут применять, потому что вообще наша жизнь – это игра. Добрый день. Но не слышно. Хорошо. Запись обязательно придет на почту. Некоторые вообще считают, вот есть такая публикация, есть автор, который называет геймификацию «Бессмысленной тратой сил, седлом на корове». Необходимо создавать интересные игры, а не раздавать значки, бейджики и баллы за озубрение параграфов, что сам себе этот автор противоречит. Эту презентацию вы все, все эти материалы вы можете скачать и найти эту статью целиком. Только привел пример, который показывает совершенно неоднозначное понимание того, о чем мы сегодня будем говорить. В то же время, вот я ссылаюсь на источник, вы видите здесь, и с ним согласен, что на самом деле практика геймификации включает четыре. Хорошо, Надя. Не слышно, не видно. Татьяна, не слышно меня? С Google Chrome, коллеги, с Google, с Google, напишите, пожалуйста, напишите комментарий с Google Chrome. Некоторые меня идеально видят. Вот, на хроме, на хроме нормально. Вот, значит, надо... Татьяна Викторовна, напишите, что всем применя... Давайте попробуем дождаться. Вот и Firefox все хорошо, то есть не у всех качественно. И Google не помогает. Техподдержка, вы слышите, что происходит? Жаль. Ну, чем богатый? Так вот, четыре практики. О! Наш ветеран дистанционного обучения Николай Лейко сообщает важную информацию. На Яндекс.Браузере все хорошо. Так вот, четыре направления. Performance Management. Полностью эту статью я читать не буду. Это оценка успехов, performance, достижений. Следующее направление геймификация в целях создания общности. Оказывается, когда взаимодействуют обучаемые между собой, Татьяна Викторовна подтвердит эту практику работы на форумах, вот эта общность создает ощущение игры, повышает мотивацию. Следующее направление, оно, правда, спорное, с ним не все соглашаются, это конкуренция, когда показываются рейтинги, баллы участников, пятерка самых лучших, это подстегивает остальных. И выплата, когда за какие-то достижения вручаются баллы, включаются дополнительные бонусы или меры морального стимулирования в виде бейджика. Вот такие примерно направления геймификации есть. Я еще раз говорю, это примерно, это не полная теория, мы не будем ее рассматривать всю. И вот сейчас давайте мы еще раз запустим, посмотрим два опроса, посмотрим общее мнение. Оно будет анонимное, и первый опрос, который мы уже начинали до вебинара, сейчас давайте все дружненько в течение минутки. Вот еще раз, те, которые ответили, еще раз прошу дать ваши ответы. Да, запись у бейнара обязательно будет. Татьяна Викторовна, виден опрос? Вижу, три, пять, поактивней коллеге, шесть. Это простые вопросы, за них никаких баллов и двое, ничего не будет. Там несколько правильных, может быть, да, Татьяна Викторовна? Да, вот уже 20, не будем тянуть, вот уже. Из 64, 23 проголосовало. И я останавливаю опрос, достаточно. Ну, звука нет, жалко. И я публикую результаты. Видно, Татьяна Викторовна? Так, видно, что большинство проголосовали за тот вариант определения геймификации, который написан в Википедии, который часто применяется даже и в научных, в серьезных исследованиях. Это процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории. Большинство ответило так. Но, есть и второй вариант, который тоже является правильным, и мы видим, что видно результаты, да? Мы из этого вопроса видим, что мы знаем, что такое геймификация, для нас ничего нового нет, а вот теперь попробуем ответить на второй вопрос, зачем мне нужна геймификация? Вы отвечали некоторое до начала вебинара. Вопрос виден, вот я вижу, уже 6 ответили, из 6, 10, 2, 14. Тоже этот вопрос анонимный, вы можете не переживать за ваши персональные данные, но вот уже можно смотреть результаты. ну вот уже 26, останавливая результаты, смотрим на статистику, публикуем результаты. Вот это уже интереснее, мы видим, что на первом и преобладающем месте для нас это повышение успеваемости. Вот это я ожидал, и теперь и вы в этом убедились, что для нас успеваемость, это самое интересное, чтобы они лучше учились, были более успешными. Это почти синонимы оценки и успешности. На втором месте в этом направлении мы хотим получить, узнать что-то новое. Если бы мы все знали, мы бы сюда не пришли, и здесь бы не тратили на это время. Ну и есть мнение, что она вредна. Это тоже точка зрения, с которой можно считать в чем-то объективной. Мы ее иногда рассматриваем, в чем она, в чем вред. И кое-где для научной публикации кое-кто думает, что это тоже полезно. Но на первом месте я хочу отметить политику нового министра образования в этом плане, что для нее, судя по устным выступлениям в публикации «Тартас», она делает акцент не на формальные, а на учебные достижения обучаемые. Сокращение документации и поощрение тех, кто думает, кто любит, как раз думает о повышении учебно-воспитательной работы у наших обучаемых. Хорошо. Итак, параллельная работа, она и тут есть. Она тут есть, техподдержка, техподдержка, она нас слышит, по-моему, но ничего поделать не может. сейчас попробую еще раз ее на параллельном вызвать. А, нет, техподдержка здесь есть, здесь есть. Ага, техподдержка с нами. Так, продолжаем. Сейчас я хочу поддержка с нами. Хочу показать те материалы, которые здесь вот перечислены на экране. Они все прилагаются в виде ссылок. Надеюсь, вы видите все вот эти и ссылки, и файлы. И для начала мы рассмотрим с вами вместе первый учебный материал. я включаю показ рабочего стола. Тут он хорошо работает. И выберу вот этот учебный материал. Видно? Я вижу вот эту картинку. отлично. Вот мне подсказывают в наушниках, что появилось. Итак, видно картинку. Вот этот файл, он доступен всем участникам свободно. Вы можете его скачать. Я его перевел. Сам это я не создавал, но перевел. Есть такая частная консалтинговая компания A-Design. Я права не присваиваю, но давайте посмотрим на результаты исследований в отношении геймификации. Они очень важны. 80% обучаемых говорят, что их продуктивность, то есть их успешность увеличивается. Если обучение в университете или в частной организации похоже на игру. Похоже на игру. Конечно, вот эти цифры могут быть липовые. вообще, хотя смотрю, уже и фармакологическая ученых фармакологов обвиняют в том, что они дают липовые данные по результатам обследований. Инженеров обвиняют, социологов обвиняют, что занимаются мистификацией научных факторов. Да, бывает такое, что ученые врут. Но наша интуиция, наверное, подсказывает, что вот этот улыбающийся человечек, он все-таки не зря улыбается и 8% это действительно то, что есть в мире, в обучении, в мире образования, когда это не просто какая-то сухая игра, это сухой процесс изложения информации, а некая игра. Далее, 82% обучаемых сообщают, что им благоприятствует многоуровневое наращивание сложностей и раскрытие контента. Вот те из вас, которые слушали наши вебинары, проходили повышение квалификации по нашим программам или знают, как работает условный доступ, ну и имеют понятие, что такое онлайн-курс, слышали про такой момент, есть курсы, дисциплины и преподаватели, которые говорят, вот вам берите все, что хотите, вот это все надо знать, будете все иметь сразу в доступе. Есть другая категория, которая дает постепенное наращивание, пока эту тему или этот вопрос не освоишь, система или преподаватель каким-то образом не дают идти дальше, ты должен набрать какой-то хотя бы минимальный порог усвоения материала. И вот 82% обучаемых считают, что вот это постепенное наращивание сложности и раскрытие учебного материала помогает, благоприятствует. Так, вот такая интересная цифра. Я, например, сторонник тоже такого подхода. Это еще не игра, но это ощущение, почему я не могу идти дальше. Значит, я еще не набрал нужного количества баллов знаний по этой теме. Я начинаю сам себя подталкивать. И наоборот, если я знаю, о, я могу это потом выучить, дай-ка посмотрю пятую тему, восьмую тему, такое в школе помню, полистал физику сразу первого сентября. И да, было интересно, здорово, когда полистал, мне уже на ней интересно, я эти картинки все видел. Помню по себе. 71% сотрудников не вовлечены или весьма разочарованы в своей работе, сообщают иностранные аналитики. Мы тоже вынуждены выполнять то, что нам не хочется. Мы разочарованы, нам это не нравится, но мы это делаем. Но 89% обучаемых показывают большую вовлеченность, если в системе имеются контрольные точки. Вы скажете, в чем тут логика? Это не логика, это совершенно разные показатели. Так вот, контрольные точки. Я не знаю, применяете ли вы больно-рейтинговую систему или иную систему. Да, запись будет обязательно. Извините, Сергей, но вот как умеем. Как получается, запись будет. Да, будет. Так вот, контрольные точки. Я применял и применяю эту больно-рейтинговую систему. Да, она сложная, но главный эффект, что обучаемые, которые получают в начале семестра вот эти контрольные точки. Вот, за первый месяц надо набрать 39 баллов, за второй 28, потому что там дней поменьше, просений семестр и так далее. Вот они идут. Каждый модуль имеет свои баллы за каждое задание. Он видит, вот это я набрал, значит, я могу идти дальше. Вот эти контрольные точки резко, грубо говоря, на 20 и более процентов повышают активность в результате успеваемость. Играли это, я считаю, что да, он сам с собой играет, он зарабатывает эти баллы. Так, сейчас я продолжу. Не смогла прослушать. Вот у меня тут Вера Ефимова, я ее знаю, задает вопрос в другом месте. Да, коллеги, кто не сможет, не может слышать сейчас, он обязательно получит запись вебинара. Не переживайте, запись будет. В крайнем случае, мы проведем его повторно для тех, кто оплатил, но получил плохое качество. Это я вам гарантирую. Ну и наверное и те, кто не платил, тоже пригласил. Да, Татьяна Литерина. Итак, продолжаем. Не переживайте, у нас нет никаких ограничений в наших возможностях, что-то не получилось, мы другим закроем. Итак, контрольные точки. Это тоже игра. 62% обучаемых ощущают большую мотивацию, если виден рейтинг лидера. Я, например, закончил академию золотой медалью. Мне постоянно хотелось быть лучшим. Я смотрел, как другой отличник учится, или другой мой коллега, я видел, что они делают. Я старался быть лучше, и я это сумел, потому что я все время себя сравнивал с ними. Это мой опыт. Да, были троечники, которым было неинтересно, но они ко мне тоже присматривались. И не то, что завидовали, а хвалили и старались идти за мной, не оставать. Вот этот острый прием достаточно, когда видны рейтинги лидеров. Не все соглашаются, в некоторых странах вообще оценки не ставят, как в Финляндии, но тем не менее, если говорить в общей системе образования, в том числе и корпоративного, отмечается, что вот этот рейтинг лидеров подстегивает работать, учиться, обучаться лучше и всех остальных. И наконец, 90% обучаемых лучше запоминают информацию, если используют стимулирующий контент. Так, коллеги, я транслирую рабочий стол. Вот здесь мне помогает их поддержка. Так, что такое стимулирующий контент? Это может быть что угодно. Да, Елена, так бывает. Что угодно. Это и доброе слово, и похвала форуме, это и бейджик, это какой-то значок, это дополнительный балл, какой-то плюс. Это все стимулирующий контент. Я постоянно, как обучаемый, вижу реакцию, обратную связь с учителем. Татьяна Давидовна, сообщите, что все материалы имеются. Напишите, пожалуйста, все эти файлы, они готовы, и ссылки тоже, они предоставлены для скачивания. Техподдержка, помогайте. Дальше, сейчас мы перейдем к следующему документу. Я его сейчас открою. Жалко, конечно, что технически не идеально, хотя я вижу, что у некоторых вообще никаких проблем нет. Вот, допустим, сидит на связи Татьяна Викторовна, мне говорит, что у нее нормально, она сидит в Москве. следующий документ. вот этот. Теперь, прежде чем мы что-то будем делать практически, давайте рассмотрим вот этот второй документ. Я его разработал сам. некую последовательность алгоритм применения геймификации. смысл этого процесса, этого алгоритма в том, чтобы заранее рассчитать свои шаги. Все шаги сопоставить с теми результатами, которые мы хотим получить. Вот этот процесс для остальных не важно, но для нас самих, для того, кто организует, он должен быть понятным и прозрачным. Если прозрачности понимания нет, то и результата никогда не будет. Вот о чем идет речь. Сначала на первом шаге мы ищем некую игровую идею. Некоторые, например, говорят, я буду использовать приложение для айфонов, там будет какая-то математическая игра или по физике или по химии, они там будут набирать баллы, они никому не видны, но это им интересно, они сами с собой играют. У кого-то такая идея. Другой говорит, я вообще не буду никаких технологий применять, я прямо в ходе урока буду создавать некую игровую ситуацию, например, кто быстрее посчитает в уме какие-то вычисления, тот будет первым кандидатом полета на Марс на вот этой ракете. Это его такая идея. Вот все эти идеи, они у всех могут быть разными. Почему я не сторонник массового обучения, а индивидуального? У всех разные предметы, разные возможности, разные отношения к технологиям, поэтому мы в дальнейшем будем говорить об индивидуальном плане, индивидуальном поиске и принятии решения. Второй шаг. Хорошо. Следующий шаг замысел. Так вот, если первый шаг был 0.1 связан с тем, что мы оценивали возможности, потребности обучаемых, технические условия, уровень подготовки обучаемых, среду, наличия интернета, наличия других каких-то возможностей, электронной доски и так далее, вот после того, как мы это оценили, мы можем переходить ко второму шагу, сформулировать замысел. Это еще не решение. И вот этот замысел мы сегодня, мы сегодня, вот, кто-то уже скачал файлы нашел. Не скачивается? Ну, хорошо, вот Татьяна Витальевна мне поможет. А я жду от вас, коллеги, каких-то острых вопросов. Татьяна Витальевна, помогайте, отвечайте письменно. Второй шаг, это еще не решение, это сформулировать замысел, что мы хотим добиться. Например, ускорить выполнение, решение задач, вместо десяти задач в неделю решать двадцать задач, научиться решать. Или вместо счета при помощи калькулятора научиться применять вычисления при помощи компьютерной программы Excel. Какие-то такие вот задачи, что нужно сделать. И способы их выполнения. Вот я уже сказал, вместо калькулятора применять Excel или устный счет. Вот этот замысел, он у каждого может быть разным. И вот слушатели нашей школы, нашего курса по геймификации как раз и будут практически индивидуально такие замыслы вместе со мной, вместе с Татьяной Викторовичей, пытаться формулировать и решать. После того, как мы уловили, что такое замысел, мы начинаем сформулировать решение. Вот тут уже пошло на основе первого шага наших возможностей, на основе формулирования замысла, то есть у нас есть игра, к какому сроку мы хотим что-то достичь, какие у нас для этого потребуются затраты, мы должны решить. Я решил отказаться от всяких там смартфонов, они нереальны, они не у всех есть решение. Решил применять работу на бумаге. Все, никаких компьютеров, бумажная работа, творческие задания, они что-то делают, может быть они сами друг другу оценки ставят, это ваше решение. Делаю акцент, что не всегда мы обязаны применять онлайн технологии. Это может быть полный оффлайн, но и графикация при этом тоже будет, уважаемые коллеги. да, вы получите два файла вот с этими картинками, эту презентацию и ссылки, уважаемые коллеги. Татьяна Викторовна, помогайте, где эти файлы находят. Пишите. После того, как принято решение, еще действия нет, вот решение принято, его нужно принять, я решил, вот это сделать, такому-то сроку применить. После этого четвертый шаг уже сами вот эти идеи реализуются и решаются на практике. Мы поможем вам все эти шаги сделать, включая заключительный шаг анализ и выводы, когда нужно уже анализировать результаты. Но в отличие от проведения занятий с обучаемыми со школьниками мы можем в нашем курсе в ходе нашего обучения заранее отработать эту модель друг с другом. Когда вместо детей, вместо студентов будем мы ваши коллеги отработаем и заранее спрогнозируем результат до того, как вы будете применять его со студентами. В усеченном масштабе времени не полгода ждать, это быстро можно оценить, посмотреть, уточнить, проиграть, проиграть ваше решение и сделать выводы, потом уже применять в реальном учебном процессе эту игровую технику и праздновать успех. Да, материалы отправим, запись вебинара будет. Вот, уважаемые коллеги, я представил вам вот эту последовательность, этот алгоритм, который необходимо не просто проговорить, а отработать поэтапно, начиная с поиска идеи. Это мои возможности технические, методические и прочее, прочее. Мои проблемы, которые я хочу решить вот с помощью какой-то идеи и так далее. Те, кто меня слышит, те, кто меня слышит, вот сейчас по этому процессу все ли понятно с точки зрения методики и организации. Повторяю, у нас за методические, технологические и конструкторские вопросы от слушателей будут поощрения. Отлично. Вот, мне нравится, что пошел спор. Это стандартный процесс, что тут нового. Нового то, Татьяна Витовна отметит, вопрос Марии, отметит то, что вот эти очевидные шаги в жизни, вот я смотрю, наблюдаю по всей стране, не только по России, но и вообще русскоязычной, все делается наоборот, появляется некая идея, о, вот геймификация, вот инструмент, он хороший, телеграмм, боты появились, или еще что-то, практики нет, зачем он нужен в этом предмете, никто не знает, он не всем нужен, и все побежали хвалить, о, телеграмм-боты, чат-боты, это все хорошо, это нужно, детям интересно, ничего подобного, начинаешь неград спрашивать, ну и что вы добились, как вы применяли, сколько раз, никто не применяет новую технологию, только был шум, кто-то сказал, что это здорово и круто, а оно на самом деле не работает, или когда начинают говорить, а мы не знаем, и не хотим применять больно-рейтинговую систему, начинаешь спрашивать, почему, оказывается, у людей нет возможности, нет технологии, есть бюрократическая запутанная система накопления этих баллов, ее очень трудно выполнить, она вместо помощи создает проблему, преподаватели, учителя тратят время, сдают эти отчеты с этими баллами, их никто не может ни обобщить, ни проанализировать, и это получается еще хуже, в чем игровая идея, так, очень плохая обратная связь, так, еще раз прошу ответить на эти вопросы, я выключаю прокрутку, вот это мне уже нравится, да, Мария Макаренко, у него очень педагогический такой подход, и фамилия такая, у БРС очень плохая обратная связь, уважаемые коллеги, обратите внимание, на вопрос Марии Макаренко, не потому, что я видел БРС за рубежом, не потому, что я видел БРС, как применяется у крупных российских ведущих вузов, я ее хвалю, или сам применял, я ее хвалю, потому, что как раз обратная связь в БРС самая лучшая, вы посмотрите, что происходит, какая происходит игра в этих цифрах, студент вовремя сдал контрольную работу, просто вовремя, может быть, она неудачная, это второй вопрос, это другой балл, но за своевременность он получил маленькую премию, вы скажете, ну и что, а вспомните, сколько студентов не спешат, оттягивают на последний момент сдачу каких-то заданий, письменных, в том числе, это только маленький момент, балл за своевременность, балл за саму работу он тоже получит, вот этот балл за своевременность в БРС это самая лучшая обратная связь, где преподаватель почти не работает, его задача этот балл заранее определить, второй момент по обратной связи, студент видит, я поднимал руку на семинаре в оффлайне, и за это получил балл, может быть мои ответы не были идеальными, но я поднимал руку, я задавал вопросы, я старался, я вижу, что у меня за активность, это еще не оценка за ответ, за активность стоят баллы, я выступил на конференции, я не занял первое место, на научной конференции с докладом, я за участие получил тоже балл, понимаете, уважаемые коллеги, это мощнейший воспитательный фактор, который заставляет студента заранее готовиться к сессии, он видит, я буду недопущен, если не наберу минимальную, почему, вот тут я тренажер не прошел, а за тренажер тоже оценочку получаю, это не важно, что там все ответы есть, за прохождение тренажера я получил балл, за просмотр этой лекции небольшой балл, но получил, мне выгодно студенту, я же вижу, мне выгодно эти баллы накапливать, поэтому я, исходя из реальности, вот с Марией Макаренко, говорю, студент видит свой персональный набор баллов по всем точкам, по всем заданиям, он понимает, у него хорошие шансы, дальше он думает, а почему мои шансы, мои баллы хуже, чем у других, я же вижу, что у них лучше, вот эти в топ 5 попали, а я нет, я скажу, еще более интересное наблюдение, вот по вопросу Марии, здесь мы видим, что даже среди тех, кто уже получил право на отличную оценку, на пятерку, уже среди них идет состязательность, они уже между собой начинают идти на накопление баллов просто из принципа, а я вот еще лучше, а не просто отличник, многие критикуют 5 балльную систему, у него очень слабый диапазон реакции, в Финляндии, по-моему, там 20 балльных, да, Татьяна Викторовна, 20 балльных, потому что там не просто отличник, а особо выдающийся отличник, вот это в БРСе очень хорошо просматривается, и скажу еще про не успевающих потрощников, что у них результат результат выключил, сейчас слышно, результат низкий от того, что я ленился, не ходил на занятия, я честно смотрю в глаза преподавателя и говорю, да, это я виноват, это честно заработанный незачет двойка, мне надо идти готовиться и срочно закрывать эти все точки и модули, поэтому обратная связь лучше, чем у БРС, я не знаю, но конечно там преподаватель работает, спасибо за вопрос Мари, да, а, хорошо, давайте я сейчас открою следующую, кроме БРС, спасибо, спасибо, так, это Татьяна Викторовна, она говорит не надо, говорит не надо, давайте посмотрим теперь, ну вот, такие примеры, те, кто успели и принимали участие в лотерее, это случайно, это не умная какая-то технология, но здесь была случайность, которая выдавала премию ни за что, это тоже элемент игры, я не знаю, насколько она вам понравилась, но я знаю, что такие лотереи, случайные выигрыши, тоже подстегивают обучаемых, и такая практика есть за рубежом, обратим внимание, как мы с Татьяной Викторовной технически реализовали, это просто тест, в котором в виде ответа есть определенный выигрыш, то ли какой процент скидки, то ли вообще бесплатное обучение, то ли еще какая-то бесплатность, это тоже элемент игры, я делюсь практикой, теперь по еще по элементу игры, вот казалось бы, бесплатное приложение, бесплатный курс, разработанный мной, это документация к системе на русском языке, которой нет в полноценном виде, как приз за то, что обучаемые приходят нам учиться, это тоже элемент игры, вот эти те магазинные скидки, если помните, привлечение лояльности клиентов, это все игра, нами манипулируют, чтобы мы покупали эти товары, нам дают бонусы, иногда случайный батарей, они тоже применимы и в обучении, и наконец переходим к обещанным 25 сюжетным идеям по гемификации вашего курса, я не скажу, что вот эти 25 идей придумал я, мы взяли с Татьяной на Витовне просто их перевели, нам они очень понравились, давайте вместе рассмотрим, а вы покритикуете, что здесь реально, что нет, вот эта ссылочка, она есть приложение к этому вебинару, Татьяна Витовна продублируйте пожалуйста ее в чат, никаких архивов нет, только файлы, вот этот коллеги, файлы для скачивания, я заранее готовил файлы для скачивания, техподдержка, я все это добросовестно готовил, чтобы это все было, вот один файл загрузился, еще, еще, вот он сейчас появился один, презентация, презентация к вебинару тоже можете скачать, я это делал все добросовестно заранее, техподдержка, я вас об этом информирую, уважаемые коллеги, вот я эти эти файлики для загрузки, Татьяна Витовна проверьте пожалуйста, три файлика, презентация и два пособия, видите, Татьяна Витовна, появились для загрузки, все файлики для загрузки появились, да, я в файлы для скачивания добавил только что три файла, в общем, идем дальше, три файла вы должны увидеть, вот эти идеи, вот эта ссылочка на эту статью, она тоже приложение к вебинару мной приготовлена, вот я ее дублирую в чате, что можно применять как готовые идеи, я не хочу читать то, что вы сейчас видите на экране, но это понятно, некая история, начинается от приветствия и заканчивается итоговым экзаменом, и все это какая-то история, какие же это истории, вот, например, первая история, удивительное путешествие, когда студентов вы отправляете в некую экспедицию по какой-то стране или континенту, и вы в ходе этого путешествия делите класс, группу на пары или команды, чтобы они между собой боролись по командам, и там они путешествуют по различным странам, и решают в каждой стране какие-то задачи, вот здесь необходимо вырастить лес, потому что там пустыня, вот здесь нужно еще что-то, и вот такая первая идея, называется удивительная экспедиция, причем, как утверждают авторы, мы анализировали, это может быть как в средней школе, так и для взрослых студентов, и вообще для взрослых, путешествия, второй сюжет из практики вторжения инопланетян, да, это американские фильмы, здесь можно по-разному к ним относиться, авторы знают, что дети, студенты этот фильм видели, возможно, и наши российские студенты, обучаемые, тоже этот фильм видели, про инопланетян, там разные сюжеты, коварные инопланетяны, они мешают что-то строить, что-то осваивать, ту же физику или астрономию, но преодолевая вот эти различные острые ситуации, получая знаки и индикаторы, что миссия выполнена, индикаторы включаются в курсе, после каждой задачи, вот эта вот борьба с инопланетянами происходит в течение обучения, вторая идея, как она вам нравится, не нравится, это вам судить, я информирую, на что мы обратили внимание, и это работает, путешествие во времени, это еще одна игровая тема, идея, когда общей темы для изучения в предмете нет, например, наука с несколькими несвязанными единицами, где нужно во времени путешествовать, вот в эту эпоху попасть, в другую эпоху попасть, машина времени запускает, перемещение нас в этом пространстве, и нужно зарабатывать некий опыт преодоления каких-то ситуаций, например, спасти человечество от какого-то болезни, нужно освоить вот это, научиться считать или проводить опыты, и вот путешествие, да, 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 а вы, вот, вот, и Татьяна подсказывает, говорит, не надо читать то, что и так понятно, Вот, просят ее не выдавать то, что она мне говорит Но я уже ее выдал Сюжет из Остаться в живых Не буду читать, видите Здесь можно только пояснить, что вот каждый этот элемент Куриная ножка, ракета, ключик и так далее Это все некие призы, лекарство какое-то Некие призы за какое-то задание Там руку поднял, там еще что-то, задачу решил раньше всех И вот эти призы они получают И так вот выживают на этом острове Например, по математике и другим каким-то сложным предметам Где все абстрактно и все непонятно Можно вот такие сложные Индиана Джонс уже видели, с плетками уже отметили Ну здесь различные приключения Наверное, дети тоже, многие подростки Видели про Индиану Джонс, он захватывает Вот эти награды, золотые монеты Как призы за решение задач Это захватывает, по мнению автора Путешествия на Марс НАСА запускает космонавтов У них заканчивается то топлива нет То кислорода, то продукты питания Вот надо выкручиваться, выживать на Марсе Но чтобы это сделать, нужно какое-то учебное действие выполнить Седьмой сюжет Код да Винчи Ну не знаю, вот стоит ли это все перечитывать, пересказывать Но идею вы уже улавливаете Это некая проблема Это некая игровая ситуация Ведь кино же это все фикция Вот здесь надо раскрыть тайну скрытых символов Иллюминатов Их тайну разгадать через какой-то доступ Вот решишь эту задачу по химии Или по анатомии, или еще по чем-то Значит разгадаешь, получишь ключик к загадке Который даст тебе возможность посмотреть фильм Или какой-то контент еще дополнительный Да, Татьяна Викторовна? Ну вот и Ну вот я дальше уже не буду подробно читать Мы обещали вам дать 25 этих сюжетов Это еще раз говорю не истинно Вот смотрите какие они есть Это находится в открытом доступе Мы не скрываем Это результаты летней школы Для авторов онлайн курса Вот эти все сюжеты вы можете анализировать Тут даже некоторые из видео есть Кстати визуализация у нас там будет специальный момент Колоссально влияет на восприятие На психоэмоциональное состояние Обучаемых вовлечения в игру Не буду я сейчас дальше крутить Это можно Тем более из ютюба лицензия позволяет Это из фильма Марсианин Игра по Шекспиру и масса других сюжетов Которые вы можете Брать совершенно спокойно А вот Как их дальше Реализовывать на практике Как принимать решения Какие брать технологии Мы сейчас не говорим Мы говорим о том Как формулировать замысел Что есть идеи Но нужно продумать Насколько они применимы В какой технологии В какой последовательности Этот замысел я буду применять Вот о чем речь Вот по той Как говорили Простейшей форме В форме управления От первого этапа до пятого Вроде бы всем все понятно Но Замысел должен опираться На наши реальные возможности А не на какие-то фантазии Или чьи-то чужие Картинки Или идеи Вот это самое сложное Сформулировать замысел Так Ну вот Докручивается до конца Весь перечень Наших вариантов Игровых ситуаций Он не окончательный И я хочу задать вопрос Уважаемые коллеги Вы уловили Суть Того О чем мы тут говорим Что такое Идея в игре Что такое Технология в игре Допустим Здесь технология Освоение бейджика В системе Муду применяется Хотя и не обязательно Может быть это учет Где-то в тетрадке учителя Это тоже технология Улавливаете ли вы Смысл Вот этого Этапа Под названием Замысел Давайте-ка я еще раз Его покажу Вот он Замысел Замысел Это Шаг Который идет После Оценки Возможностей И Ожидаемых Результатов И Исключает Те задачи Которые Нужно Решить Учителю Преподавателю Тьютору И определить Способы Их выполнения Вот это И есть Самое Тонкое На сегодня На сегодняшнюю Нашу Тричь Я не вижу А я сейчас Покручу вниз Вот мне подсказывает Татьяна Викторовна Замысел Это форма И антураж Владимир Владимир Не спрашивает Он Формулирует Мнение Что такое Замысел Форма И антураж Реализации Я бы не согласился С Владимиром Формально Он прав Форма И антураж Но Мы можем Выбрать Форму И антураж Замечательный Например Я видел ролик Где преподаватель Английского языка Скачет В Америке Скачет Под Рэп Сам поет Рэп Между досками Между партами И это Игра Все дети Там Темнокожих В основном Видимо это бедный Какой-то район Они счастливы Что преподаватель Учитель Бегает Прыгает Перед ними И исполняет Рэп Это антураж Но Годится ли Эта технология Прыгать Между партами Скакать Перед доской Для Марии Ивановны Я не уверен Хотя антураж И форма Наверное Замечательные Дети В восторге Видно Что они Подпрыгивают Они радуются Или Кто-то Показал Что Можно играть Варкрафт Майнкрафт Еще какие-то Электронные игры На смартфоне И этим Добиваться Решения задач По менеджменту Я не уверен Вот когда я видел Симулятор От компании Симформер Я вижу Для экономистов Это да Все остальные Игровые Симуляторы Не решают Задачу Ни финансового Анализа Ни социального Взаимодействия Экономика Это всегда Социальное Взаимодействие Ни состязательности С другими То есть Не всегда Вот этот Красивый Антураж Там какая-то Мельница Построилась Там какая-то Фабрика Появилась Вот они Там побежали Бассейн Выкопали На экране Это играется Это Не то Это Красиво Но это Не имеет отношения К реальности К экономике В нашем случае Это просто Отвлечение На то Чего нет В реальности То есть Здесь Замысел Вот я Делаю акцент Владимиру И всем остальным На способы Выполнения Допустим Допустим Татьяна Викторовна Применяет У себя И БРС Это способ И Бейджики Это способ И прогресс бар Он видит Этот красненьким Он прозевал Проспал Это синеньким Еще рано Это зелененьким Помещается Прогресс бар Автоматически Студент видит Это элементы Графикации Которые она Применяет Она меня здесь Слышит Татьяна Викторовна И он работает Студент Сам себя Уже Контролирует И играет Сам собой Вот этот Индикатор Прогресс бар Вот этот способ Реально Ей годится Хотя она Не программист Не компьютерщица Она вообще По образованию Библиограф Ведет Предметы По Социологии Да Татьяна Викторовна Что еще у вас там По социальной работе Там Тайм менеджмент Еще вот так Много Все это Не важно Но оно вообще Не компьютерное Но она Применяет Это В онлайн Курсах Это Реплика Владимира Что Да Я не вижу Это сообщение Но я услышал Я отмечаю Активность Активность Владимира Прошу тоже Татьяна Викторовна Ответить Отметить Мне нравится Его Вдумчивость Так Смотрю Еще какие-то Вопросы были А вот От Ирины Решение Личностно Значимой Задачи В безопасных Условиях А личностно Для ученика Видимо Да Наверное Она Личностно Значимая Мне тоже Это нравится Вопрос Личностно Значимая Здесь Я Вижу Намек На воспитательную Функцию У Ирины Дубининой Нет Вот Хотя я работаю С онлайн Технологиями Но я постоянно Думаю О воспитательной Функции Личностно Ориентирно Подходит Даже В онлайн Обучение Вот это Мне нравится Личностно Значимая Задача Вот как раз Наверное Вот Ирина Могла бы Показать Некий Пример Как Спасти Как помочь Ближнему Тем же Друзьям В своем Группе Облегчить Им Получить Кстати За взаимопомощь За поддержку Я тоже Кстати Поощряю Очень часто Задаю Проблему Написал Один Неправильное Решение Другой Помог Ему Подсказал В этом же Форуме Вот за эту Поддержку За конструкционизм Я даю Баллы И наверное Здесь Ирина Могла бы И так Свой сюжет Создать Что Вот Эта Личность В виде Каких-то Конкретных Характеристик Психолога Этических Характеристик Тоже Здесь Отрабатывалась Я не знаю Какой она ведет Предмет Но понимаю О чем она говорит Причем В безопасных Условиях Действительно Вопрос Очень интересный Мнение Как вопрос В безопасных Условиях Ну например ОБЖ Если говорить Яркий пример Мы учим ОБЖ В безопасных Условиях И мы можем Там создавать Какие-то игровые Ситуации Спасибо Ирина Хорошо Ну Коллеги Я считаю Что Вот этот момент Сегодняшний Вебинар Посвященный Именно Формулированию Замысла Никаких Еще Решений Действий Ни в коем Случае Не шагает Дальше Вот этот Наш первый Вебинар Был посвящен Именно Формулированию Замысла И подводя Некие Итоги Вот я сейчас Открою Свою Слайды Вот эти все Материалы Вот эти все Материалы Они У вас Должны Быть Посмотрите Все вот эти Файлы Гиммификация В виде файла Управления Два файла Должны быть Всем участникам Вебинара Доступны Лотерея SoftSkills Это ссылки Это все ссылки Вы можете Посмотреть Почему я даю Ссылки На Все модули Там Можно Увидеть Все Наши Модули Все наши Модули Которые Предлагаются Для Освоения Всем Желающим Некоторые Из вас Некоторые Из вас Уже Оплатили Некоторые Получили Призовое И гостевое Участие Если у вас Будут Трудности По участию Пожалуйста Обращайтесь На сайте Сейчас я Попробую Еще раз Открыть Эту Страничку Вот Экран 2 Вот Например Чтобы записаться На Секцию На Модуль Этой Программы Вот здесь Вот Вот здесь Вот Внизу Всегда Есть Я Ваш Онлайн Консультант Я Подскажу Дам Ответы На Любые Ваши Вопросы Вот Например Здесь Вы Видите Стоимость Участия Если Хотите Конечно Участвовать Вводите Свою Электронную Почту Реальную Вот Например Я Вожу Свою Если Кто Не В Курсе Нажимаете Оплатить Этот Модуль И Так Сейчас Вот Еще раз По Проекте Продукты Витрина Вот В этой Витрине Все Наши Предложения Для Вас И там Находится Эта Программа Вот Она Личные Профессиональные Навыки В обучении И Состав Этих Модулей Вы Можете Себе Оплатить Что Будет Дальше Для тех Кто там Будет Обучаться Как Повторяюсь Там Будет Индивидуальная Работа По Предмету По Замыслу Но Часть Этой Работы Будет Проходить В составе Учебной Группы Мы Будем Обсуждать Добровольно Представлять Свои Решения Коллегам Помогать Друг Другу И Реализовывать То С чего Я начал Нашу Сегодняшнюю Встречу Решать Социальное Взаимодействие В интересах Развития Качества Обучения Вот Эти Все Модули Здесь Есть Это Оплата По Всем Модулям А Это По Час Так Татьяна Витальна На какой вопрос Я еще не ответил Подсказывайте Вроде Вопросы Все Сообщает Татьяна Витальна Ну Давайте Татьяна Витальна Вам Хватит Пару Ведут Чтобы Объявить Наших Номинантов Вот Я с ней Разговариваю По телефону Вы ее не Слышите Я ее Слышу Она Готова Озвучить Самых 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 Самая Активная Говорит Татьяна Викторовна Была Сегодня Мария Макаренко По Какой Номинации Теоретик Методист Технолог Можете Сказать По Всем Трем Сообщает Нет Телегина Мария Макаренко Мария Вы Слышите Нас Вы Отмечаетесь Мы Отмечаем Вашу Активность Как Самую Высочайшую Ваша Фамилия Очень Удачно В этом В этом Плане С какого Вы хоть Города Сообщите Из Какой Страны Но Это Неважно Мария Макаренко Самый Лучший И Теоретик И Практик И Методист В Сфере Гемификации А у Него Связь Просела И Она Вышла Так Еще Кто-то Есть У Номинация Сатьяна Витровна По реакциям Владимир Галяев Очень И Ирина Дубинина Это Те Участники Которые Получают Сегодня Наше Признание И Если Вы Хотите Получить Я не знаю Они записаны В наш Платный Курс Или нет Но Мы Готовы Предоставить Вам Скидку За Участие В размере 20% За Весь Курс Или За Любой Модуль Который Пожелаете А так Вы Наши Лидеры Которых Мы Официально Поздравляем Как Самых Лучших Еще Ирина Вдовина Екатерина Быкова Имеют Реальный Шанс Стать Лидерами Сообщает Татьяна Витальевна Телегина Которая Смотрела За Чатом Уважаемые Коллеги Я готов Ответить На все Ваши Вопросы Если Они Еще У Вас Есть Я Показал Вам Что Оплата Участия Здесь Есть Вы Участники Которые Оплатившие Получат Сертификаты Консультации И Гарантированный Результат Мы Это Отмечали В нашей Рекламе Вот Этот Результат По Обучению Мы Вам Гарантируем И Если Он У Вас Не Получится Мы Вам Вернем Эти Средства Назад Вот Такие Мы Честные И Мы Отвечаем За наш Результат Вот Наша Программа Так Приносим Прощение За то Что Были Технические Накладки Благодарим Техническую Поддержку Что Отклина Помогала Запись Вебинара Всем Придет Автоматически На этом Мы Заканчиваем Нашу Встречу Всего Доброго До Свидания